а сейчас предлагаю поговорить о таком понятии расчета местной прочности которая очень актуальна на судах типа general cargo или допустим на хэви лифтах как расчет местной прочности по лодит гирдер или джирдер в чем заключается смысл давайте обратим внимание на устройство крышки трюма вот это хороший пример это понтонная крышка трюма согласитесь что на судах типа general cargo на хэви лифтах довольно да и на контейнеровозах довольно часто используются такие понтонные крышки обратите внимание на устройство этой крышки данном случае здесь есть четыре мощные поперечные балки и обратите внимание они идут ровно под контейнерными сокетами под контейнерными сокетами идут эти четыре балки поперечные и есть продольные балки вот их тоже здесь раз два три четыре пять и плюс еще сами сайды крышек эти продольные балки лонгитюниал джирдерс это трансфер джирдерс это хэдж кавер лонгитюниал джирдерс они тоже идут под контейнерными сокетами я их визуально изобразил визуально изобразил только поперечные балки вот контейнерные сокеты и вот идут поперечные балки исходя из этого мы можем сразу сделать вывод что для того чтобы минимизировать шанс того что крышка каким-то образом прогнется если мы грузим что-то тяжелое нам надо стараться размещать груз как можно ближе к контейнерным сокетом потому что в таком случае груз будет скажем так опираться именно на эти балки чем дальше груз от балки тем больше шансов что он продавит обшивку обшивку крышки трюма давайте сделаем вывод сразу такой вот допустим у нас на крышку трюма permissible area load две с половиной тонны но эти две с половиной тонны несет ведь не скажем обшивка крышки а несет именно эти несут именно эти балки правильно обшивка крышки это был достаточно тонкий металл который не несет можно сказать никакой нагрузки до нагрузку несет именно нагрузку несут именно продольные и поперечные эти балки крышки есть давайте теперь смоделируем такую ситуацию если к примеру фрахтователи требуют от нас погрузить винтавр весом 120 тонн вот обратите внимание винтавр опирается на таких двух пьедесталах ширина пьедестала 280 длина пьедестала на 50 сантиметров перед нами стоит задача определить можем ли мы погрузить такой винтавр на крышку если у нас в эзер дэк хачка варс permissible area load всего две с половиной тонны на квадратный метр или 60 тонн на стак но у нас как бы на пьедесталах давайте определим можем ли мы погрузить этот вкус на крышку приума принимаем груз на борт или нет если у нас груз опирается на два пьедестала равномерно получается на один пьедестал приходится 60 тонн и на друг на другой тоже приходится 60 тонн давайте посчитаем permissible точнее area load actual area load вижу сразу комментарий на крышку нет но давайте все таки ради интереса посчитаем area load это у нас будет 60 тонн разделить на площадь 60 тонн разделить на площадь это разделить на 280 и разделить на 0 5 напишу в комментарии 60 разделить на 280 умножить на 0 5 это разделить на метр сорок у меня получится получилось значение сорок две целые девять десятых тонн а permissible area load у нас составляет всего лишь две с половиной тонны на квадратный метр обратите внимание что если мы грузили допустим две двадцатки ну скажем или стак двадцаток да и этот стак был бы 60 тонн то все было бы нормально потому что у нас area load permissible area load на стак составляет 60 тонн на стак но у нас речь идет не о контейнерах как из этой ситуации можно выкрутиться как вы думаете пишите ответ в комментарии то есть шартер на нас давит нет берите этот груз набор мы понимаем что мы можем продавить крышку что мы в такой ситуации можем сделать пишите предложение в комментарии грузить на стак то есть в таком случае мы можем достаточно просто выйти из ситуации изя и взять flat track flat rack containers это такой контейнер платформа просто обычная платформа и юнит грузить уже не на крышку а грузить уже на flat rack на контейнер платформу возьмем две двадцати футовые эти платформы тогда у нас уже нагрузка будет приходиться ровно на контейнерные сокеты они на обшивку крышки и соответственно на каждый у нас flat rack будет приходиться 60 тонн до всего винта весит 120 тонн тогда 60 тонн на этот flat rack 60 тонн на этот flat rack и как бы выходит нагрузка у нас в пределах permissible area load то есть на один стак 60 тонн а это есть такие permissible area load 60 тонн на один стак то есть вот используется такой прием использование flat racks это очень эффективно и кто работает на таких судах которые занимаются перевозкой таких грузов уверен что вы со мной согласитесь довольно таки часто применяется на практике вижу вопрос кто готовит план крепления зависит от компании бывают компании где готовит это старший помощник бывают компании где-то готовит порт-кэптэн то что мы сейчас рассматриваем это знают скажем так редко люди даже на хэви лифтах или на судах general cargo это больше работа порт-кэптэна но иногда возникает ситуации когда ведь порт-кэптэн работает на фрахтователя они на судовладельца зачастую и возникают такие ситуации когда фрахтователь абсолютно все равно на судно а нам как непосредственно эксплуататором этого судна очень важно быть уверенным в том что такой погрузки у нас не деформируются крышки трюмов у нас ничего не продавится и мы скажем на судно будет в таком же состоянии как и было до погрузки поэтому иногда порт-кэптэн и делают скажем так заведомо такой каргоплан который может навредить крышкам тюрьмов или согнуть понтоны твиндеков и делают упор на то что судовой экипаж недостаточно квалифицированный чтобы оценить прочность вот принципе мы сейчас рассматриваем то как оценить прочность и скажем так сделать обоснованный расчет в ответ для того чтобы подтвердить свои слова какими-то цифрами и допустим потребовать от фрахтователя флэтрекс